Дорогие преданные, выключите, пожалуйста, микрофончики свои. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... We're hearing about the topic is alertness, and Rupa Goswami has given different examples of alertness. Итак, мы читаем 10 главу Нектара Преданности, и мы остановились на таком качестве, как пробуждение. Рупа, мы с вами описываемые. Продолжение следует... Это пример того, как преданный приходит в себя, очнувшись от сна. И здесь Рупа Goswami говорит о такой леле, когда Шримати Радхарани разговаривала во сне. И она, обращаясь к Кришне, говорила, Кришна, пожалуйста, не шути больше надо мной. И не дотрагивайся больше до моих одежды, иначе я все расскажу старшим, расскажу о твоем поведении. Но когда она говорила это, она проснулась и вдруг увидела, что у ее кровати стоят родственники, и они слышали все, что она сказала. И Радхарани поняла, что родственники слышали все то, что она говорила, смутилась. И она опустила голову. И это пример того, как преданный приходит в себя, очнувшись от сна. Есть другой пример того же. Посланец Кришны, придягший матери Радхарани, застал ее спящей, но она сразу проснулась. Точно так же, когда поздней ночью Кришна начинал играть на флейте, все гопи, прекрасные дочери пастухов, мгновенно просыпались. В связи с этим было сделано одно очень красивое сравнение. Лотос иногда окружает белые лебеди, а иногда вокруг него вьются черные осы, собирающие мед. Когда в небе гремит гром, лебеди уплывают, но черные осы продолжают наслаждаться лотосом. Сон-гопи сравнивают здесь с белыми лебедями, а флейту Кришны с черной осой. Когда звучит флейта Кришны, белые лебеди сон-гопи сразу уплывают, а черная оса флейта начинает наслаждаться лотосом, красотой гопи. Хорошо, последние примеры, и последние примеры. Один раз, когда мессенджер Кришны пришел к Сримати Радхарани, когда она улыбалась. Но когда мессенджер пришел, Радхарани сразу влезла. Однажды посланница Кришны, придя к Сримати Радхарани, застал ее спящей, но как только он пришел, она сразу же проснулась. И еще другая история, когда Кришна начинал поздней ночью играть на флейте, то все гопи тотчас же просыпались. Все гопи, они были прекрасными девушками, они были дочерьми пастухов, и как только они слышали флейту Кришны, они мгновенно просыпались. И в связи с этим здесь приводится красивое сравнение. Лотос иногда окружает черные осы. Иногда лотос окружает белые лебеди, а иногда вокруг него вьются черные осы, которые собирают мед. И когда в небе гремит гром, лебеди уплывают, но черные осы продолжают кружить вокруг лотоса и собирать мед. И спящие гопи, они подобны белым лебедям. А звук флейты Кришны подобен черным осам. И когда Кришна начинает играть на плете, белые лебеди, то есть сон гопи, сразу же уплывают. И звук флейты Кришны, который подобен черной оси, начинает наслаждаться лотосом, красотой гопи. Таким образом, Кришна наслаждается красотой гопи. И это конец 30 главы, и мы начинаем главу 31, которая называется «Дополнительные признаки экстатической любви». И здесь мы прочитаем еще больше примеров об экстатической любви к Кришне. So, there were 33 symptoms mentioned previously. И прежде было перечислено 33 признака экстатической любви. And they're all symptoms of ecstatic love, which is called vayabhichari. Vayabhichari means disturbing. И все эти признаки называются экстатической любви, называются vayabhichari, выводящие из равновесия. So, all these symptoms refer to disturbing conditions. И все эти признаки относятся к состояниям, которые выводят человека из равновесия. But although the conditions are disturbing, there's ecstatic love for Krishna. So, these symptoms can be divided into three groups. First class, second class, and third class. So, there are many different disturbing symptoms in ecstatic love. Things like envy and anxiety and pride, jealousy, conclusion, cowardliness, forgiveness, impatience, hankering, regret, doubtfulness, and impudence. So, these are all included in the 33 conditions of ecstatic love. So, Rupa Goswami, he's analyzed all the different conditions of disturbing symptoms. And Shila Rupa Goswami, он проanalyзировал различные виды, выводящих из равновесия, проявлений. But Prabhupada said, actually, it's very difficult to find the exact English equivalent for many of these Sanskrit words. But still, Prabhupada said, we will try our best to present everything. I'm sorry, I got a bit of mucus this morning. The weather is changing here. It's rainy season now. So, one day, one minute is very hot, next minute becomes cold. So, all right, so, another, let's see. Okay, you read. From the second, yeah? Yeah. So, all right, so, all right, so, all right, so, all right. Причиной и того, и другого является нетерпимость. Способность человека установить точный смысл употребленного слова называют убедительностью. Прежде чем вынести окончательное решение о смысле слова, необходимо внимательно его обдумать. Следовательно, обдумывание предшествует окончательному выводу. Когда человек отзывается о себе как о невежде, это качество называют скромностью, а отсутствие решительности называют малодушием. Таким образом, скромность иногда подразумевает и малодушие. Когда человека трудно вывести из равновесия, это качество называют терпимостью. Способность спокойно сносить оскорбления также называют терпимостью. Следовательно, снисходительность и терпимость могут быть синонимами. Когда человек подгоняет время, его называют нетерпеливым. А когда он видит что-либо чудесное, про него говорят, что он изумлён. Нетерпение может быть вызвано изумлением, так что нетерпеливость и изумление тоже могут быть синонимами. Тревога в дремлющем состоянии проявляется в форме страстного желания. Следовательно, тревога и страстные желания также могут быть синонимами. Чувства человека, охваченного раскаянием, в совершённом поступке называют стыдом. Таким образом, стыд и раскаяние могут быть синонимами. Сомнение – одно из проявлений склонности к рассуждению. Проявив дерзость, человек долго не может успокоиться, поэтому беспокойство и дерзость тоже можно считать синонимами. Итак, здесь даётся детальный анализ этих всех признаков, и сейчас мы попробуем к них разобраться. Шрила Прабхупада здесь описывает различные моменты, которые являются причиной экстатической любви. То есть мы можем сказать, что это признаки экстатической любви. И иногда чужие успехи вызывают у человека недобрые чувства. Это состояние обычно называют завистью. И когда человек пугается молнией, то этот страх вселяет в него тревогу. Следовательно, страх и встревоженность можно объединить в одно понятие. И стремление скрыть свои истинные чувства и мысли, называемые страхами. Продолжение следует... 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 Таким образом, нетерпеливость и изумление могут быть синонимами. When one becomes regretful... Oh, no. When anxiety is in its dormant stage, it is called hankering. Therefore, anxiety and hankering can also be synonymous. When someone becomes regretful for some offense, his feeling is called bashfulness. When one becomes regretful for some offense, his feeling is called stodom. So, bashfulness and regret can also be synonymous. Doubtfulness is one of the aspects of argument. Сомнение – это одно из проявлений срассудительности. And after showing impudence, one becomes... When one becomes regretful for some offense, doubtfulness is one of the aspects of argument. И сомнение – это одно из проявлений склонности к рассуждениям. After showing impudence, one becomes restless. И если человек проявляет дерзость, то он не может успокоиться. So, restlessness and impudence can also be synonymous. Поэтому беспокойство и дерзость также можно назвать синонимами. Когда все эти признаки проявляются в экстатической любви, их называют санчари, то есть постоянными признаками экстаза. Все они трансцендентны и в зависимости от обстоятельств могут проявляться по-разному. По отдельности и взаимодействия с другими признаками. Это напоминает обмен знаками внимания между любящим и любимым. So, when all the symptoms are included in ecstatic love, they are called санчари, or continuously existing ecstatic symptoms. All of these symptoms are transcendental, and they are exhibited in different ways. And they act and they interact under different conditions. And it's compared to the reciprocation between a lover and a beloved. И это можно сравнить с обменом знаками внимания между любящим и любимым. От зависти или стыда у человека может измениться цвет лица, что можно отнести к випхаве, то есть субэкстазу. Иногда к випхаве относят даже обман чувств, упадок сил и сильное беспокойство. Когда же проявляется сразу несколько таких признаков, это можно считать проявлением экстатической любви. So, when a person is envious or defamed, then there may be a change in the color of their body. И если человек завидует или стыдится чего-то, у него может извиниться цвет кожи. So, this is called вибава, or sub-ecstasy. Sometimes illusion, collapse, and strong anxiety are considered to be вибава. И иногда иллюзию, упадок сил или сильное беспокойство относят к вибаве. И когда сразу проявляется несколько таких признаков, это можно считать проявлением экстатической любви. Шила Рупа Госвами говорит, что постоянным признакам экстатической любви иногда можно причислить испуг, сон, усталость, лень и безумие вызвано объединением. Эти признаки свидетельствуют о сильной привязанности. И Рупа Госвами говорит, things like fright and sleep and fatigue, laziness and the madness of intoxication are sometimes grouped under continuous symptoms of ecstatic love and they are due to a strong attraction. Go ahead. 5. Экстатическая любовь может проявляться также в форме необоснованных споров, решительности, уравновешенности, пометования, радости, невежества, скромности и потери сознания. К проявлениям экстатической любви можно также отнести зависимость, которая в свою очередь делится на зависимость с чувством превосходства и зависимость в подчинении. Рупагаслами установил, чем конкретно отличается зависимость с чувством превосходства от зависимости в подчинении. В свое время это будет описано. False argument, determination, steadiness, remembrance, joyfulness, ignorance, humility and unconsciousness are also different symptoms of ecstatic love. Dependence is also grouped under ecstatic love and this can be divided into superior and inferior dependence. зависимость также можно отнести к признакам, проявлениям экстатической любви и она делится на чувство превосходства и зависимость в подчинении. И разницу между чувством превосходства и зависимостью в подчинении будет описывать Рупагаслами, но уже далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тогда в чем же смысл мне иметь глаза, если я не могу видеть Мадхуру? И в этих словах выражается сильное желание увидеть землю Мадхуру. И это сильное желание вызвано глубокой привязанностью к Кришне. И еще один привязанность к Кришне выразил Бима. И Бима сказал, мои руки по силе, подобно ударам грома. Но этими руками я не смог уничтожить Шишупаву, когда тот поносил Кришну. И тогда в моих больших и сильных руках нет проку, ибо я не смог уничтожить Шишупаву, когда тот поносил Кришну. И Бима, то есть мы можем видеть, что Бима был очень сильно разгневан. И отчаяние, которое было вызвано этим гневом, оно пробудило в нем сильную привязанность к Кришне. То есть это состояние можно описать, как сильную привязанность к Кришне к приступе гнева. Когда Арджуна увидел вселенскую форму Кришны, ослепительные зубы которой на его глазах перемалывали вселенную, во рту у него пересохло. И хотя он всегда уповал на милость Кришны, в тот момент он забылся и перестал сознавать, что он Арджуна друг Кришны. Это пример проявления подчиненной зависимости. So when Arjuna saw the universal form of Krishna, then Arjuna also became affected. He saw in the universal form how Krishna's dazzling teeth were devouring everything in the universe. So when Arjuna saw that, then Arjuna's mouth dried up, and Arjuna forgot himself. And Arjuna became so stunned, he forgot that he was Krishna's friend. Of course, Arjuna was always dependent on Krishna's mercy. Конечно же, Arjuna всегда зависит от милости Кришны. So this is an example of inferior dependence. И это пример проявления подчиненной зависимости. Go ahead. Иногда поводом для пробуждения сильной экстатической любви Кришны могут служить и ужасные поступки. Состояние ума при этом называют экстатическим страхом в иллюзии. В 10-й песне Шимат-Багаватам 23-40 приведены слова браманов, совершавших жертвоприношение. Наше происхождение дало нам три преимущества. Принадлежность к аристократическим семьям браманов, возможность пройти обряд поучения священного штура и принять посвящение у духовного учителя. Увы, несмотря на все эти преимущества, на нас лежит печать проклятия. Проклятие лежит даже на данном нами обете брахмачарии. Так браманы проклинали все, чем они занимались. Они осознавали, что несмотря на высокое происхождение, образование и культуру, по-прежнему находятся во власти чар иллюзорной энергии. Они также признали, что даже великие йоги, не ставшие преданными Господом, находятся под влиянием материальной энергии. Отчаяние, которое ощутили браманы, совершавшие ведические обряды, на самом деле свидетельствовало о практически полном отсутствии у них привязанности к Кришне. Но есть и другой пример отчаяния, в котором проявилась привязанность к Кришне. Когда демон, обернувшийся боком, набросился на девушек в Раджи, они закричали «О, Кришна, спаси нас, мы пропали!» Это пример отчаяния в привязанности к Кришне. Иногда даже ужасные поступки поддерживают экстатическую любовь к Кришне. И это состояние ума называют экстатическим страхом в иллюзии. И в сороковом стихе, двадцать третьей главы десятой песни Шримад Бхагаватам, приведены слова Браманов, которые совершали жертвоприношения. И Браманы говорили, все мы были рождены таким образом, что происхождение дало нам три преимущества. Мы родились в аристократических браманических семьях. Мы получили обряд посвящения, мы прошли должный обряд посвящения у духовного учителя. И мы получили священный шнур на церемонии. Но, несмотря на все эти преимущества, на нас лежит печать проклятия. И, несмотря на то, что мы соблюдаем обед Брамачарии, на этом тоже лежит проклятие. То есть, Браманы проклинали всю ту деятельность, которой они занимались. И они понимали, что, несмотря на высокое происхождение, образование и культуру, они находятся во власти чар иллюзорной энергии. И они признавали, что даже великие йоги, не ставшие преданными Господу, находятся под влиянием материальной энергии. И отчаяние – это то чувство, которое ощутили Браманы, совершавшие же лидические обряды. И это показывает, что они практически нет привязанности к Кришне. Но есть и другой пример отчаяния, который показывает привязанность к Кришне. И когда демон, который превратился в быка, набросился на девушек в Раджа, они закричали, «Кришна, спаси нас!» So they cried out to Krishna, «Dear Krishna, please save us! We are now gone!» Они кричали, «Кришна, спаси нас! Мы пропали!» So this is hopelessness with attachment for Krishna. И это пример отчаяния в привязанности к Кришне. Когда Браманы совершали ритуалы, к ним пришли мальчики-пастушки с просьбой о том, чтобы те дали им пищу. Но Браманы их просто проигнорировали. But then the Brahmanas' wives brought all the food and gave it to Krishna. Но тогда все жены Браманов пришли к Кришне и дали им им еду. So the Brahmanas were appreciating that their wives were great devotees. But the Brahmanas couldn't understand how their wives had become such great devotees. Because they said, these ladies, they didn't do any... They didn't get a lot of education and they were not very... They didn't go and live in any ashram. They didn't practice celibacy. They were all married ladies. But they developed ecstatic love for Krishna. And there were the Brahmanas, they were doing all the rituals and chanting all the mantras. And they had the sacred thread. But they didn't have that love for Krishna. So it shows that birth and material circumstances, is they're not a qualification for developing devotional service. So those wives of the Brahmanas, they're called the Yajnapatnis. The Yajnapatnis. The Brahmanas were doing the Yagya. And the wives, they're called the Yajnapatnis. Patnis means the wife. The wife of the men who were doing the Yajya. So their wives were great devotees. But the Brahmanas were not. And then the other example was when Vatsatsura, the bull demon, great demon bull, came to Vrindavan, frightening everyone. And so the gopis, they immediately took shelter of Krishna. We see this qualification of the people of Vrindavan. Whenever there's a danger, whenever there's trouble, they just take shelter of Krishna. And we see the qualification of the residents of Vrindavan. When they're in danger, they always take the obligation of Krishna. Okay, go ahead. When Krishna killed the demon of Kesh, Kamsu told him, he thought, Kesh, give me a day, he was a bit more than a life, but he killed a kind of a duper, not a man, 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 not a man. I have a hard time to hold the victory of the king of the prince, but I, 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 I don't understand, in which the meaning of life. In this case, there's a feeling of the Keshna, So, the Kese demon was killed by Krishna. Kese, it's probably Kese, he came in the form of a horse. And the horses are always controlled by the mouth, you know, they put the reins, they will put through the mouth of the horse. You want to control the horse, you pull on the reins, and the reins are connected through the mouth. So, Kese came in the form of a horse, a big horse, and he was really in an angry mood, and he was threatening Krishna. But Krishna put his hand into the mouth of Kese demon, controlled him by putting his hand in his mouth. And when Krishna put his hand in his mouth, the demon couldn't breathe, and the demon gave up his body. So, this Kese demon, he was a great friend of Kamsa. Kamsa had sent all his different friends in the different demon body forms to kill Krishna. But one after another, Krishna killed these different demons. So, Kamsa lamented when Kese was killed. He said, oh, Kese was as dear to me as my own life, but he's being killed by this coward boy. And then Kamsa describes Krishna, he said, he is crude, uneducated, and ignorant in fighting. And Kamsa said, even though I have defeated the king of heaven, Indra, without difficulty, still I do not know the value of life. So, this kind of hopelessness has a slight touch of attraction for Krishna. And it's considered to be a reflection of ecstatic love in hopelessness. Oh, Krishna. So, Kamsa, go ahead. Kamsa, go ahead. So, then we're told about how Kamsa was telling Akrura, he was chastising Akrura, telling him that you're a fool, Akrura, because you're accepting this Krishna, who is a coward boy, and you're accepting him to be the supreme personality of Godhead. So, Akrura, he was like the uncle of Krishna, and he was a great, great devotee of Krishna. And Akrura had, he was the one who had gone to Vrindavan to bring Krishna and Balarama to Mathura on behalf of Kamsa. So, Kamsa knew some of the feats of Krishna. He knew some of the things which Krishna had done. He knew he dealt, for example, with the Kaliya serpent and sent Kaliya away from the Yamuna. So, Kamsa's a big demon. And so, he minimizes everything Krishna's done. Although Kaliya was a powerful, big snake, Kamsa says, Oh, Krishna, he just defeated some harmless water snake. So, he's describing Kaliya to be some harmless water snake. Actually, Kaliya was a very powerful snake. He poisoned all the waters of the Yamuna, and, you know, all the people were affected, even the animals in Vrindavan, they couldn't get the water because of the Kaliya and all the poison he'd put in the water. And Kamsa also knew Krishna had picked up the Govardhan hill, but Kamsa said, Oh, he's just lifting one pebble called Govardhan hill. Of course, Govardhan hill is not just one pebble. It's a whole mountain, a whole hill. There are many, many pebbles. A pebble is just a small stone. So, Kamsa is saying that, yeah, he just picked up one pebble called Govardhan hill, but he said it's so ridiculous that you're saying that he's the supreme personality of Godhead. So, this is an example of maliciously opposing element caused by hopelessness and ecstatic love for Krishna. Okay, go ahead. Okay, so in Vrindavan, there's this wonderful tree called Kadamba tree and Krishna often performs his pastimes under the Kadamba tree. And Kadamba tree has these red-colored flowers which Krishna likes. So, it happened that one day Kadamba tree was lamenting because Krishna had not touched even the shadow of the tree. So, one of the devotees, one of the devotees, they tried to pacify the mind of the Kadamba tree. And they spoke to the Kadamba tree and they said, oh, dear Kadamba tree, don't be worried. Just after defeating the Kaliya snake in the Yamuna river, Krishna will come and satisfy your desire. So, this is an example of inappropriate hopelessness and ecstatic love for Krishna. Go ahead. Go ahead. Однажды Гаруда, орел, носящий вишну, сказал, кто на свете чище меня? Где найти другую такую могучую и способную птицу? Кришна может недолюбливать меня и он может не нравиться мое общество и тем не менее он вынужден пользоваться моими крыльями. Это пример отчаяния в нейтральной экстатической любви. So, Гаруда is a carrier of Lord Vishnu and Гаруда is in the form of the eagle and one time he said, who can be more pure than me? И Гаруда это тот, кто носит на своей спине Вишну, он это орел. И однажды он сказал, кто на свете чище, чем я? И где найти другую такую могучую и способную носить на себе Господа Вишну птицу? Гаруда says, Кришна may not like me and he may not wish to join my party but still he likes he has to take advantage of my wings. И Гаруда говорил, что Кришна может недолюбливать меня, ему может не нравиться мое общество, но тем не менее он вынужден пользоваться моими крыльями. So this is an instance of hopelessness in the neutral mood of ecstatic love. И, например, отчаяние в нейтральной экстатической любви. Okay. All right. Maybe we'll stop here today. Okay. Здесь мы сегодня остановимся. There is a question in the chat. Okay. You want to have your question? Please. Hare Krishna. Tатьяна Матаджи, меня хорошо слышно? Да, отлично. Ага, спасибо. Hare Krishna, Гуру Махараджи, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны и вся слава Шри Пракупади. Мне не совсем понятно, по каким критериям Рупа Газвами объединяет проявление экстатической любви. Например, утаивание и гордость объединяются в притворство. Но как гордость может быть притворством? Hare Krishna, Диа Гуру Махараджи, Диа Девотис, please accept my humble obeisances, all glory to Srila Prabhupada. It is not clear to me by what criteria Рупа Газвами combines manifestations of экстатич love. For example, concealment and pride are classified under pretension. But how can pride be pretension? I cannot understand Guru Махараджи. Hare Krishna. how can pride be what? Pretension. Pretension. Well, how is it described? one's desire to hide his real mentality or concealment and a desire to exhibit superiority is called pride. pride. Right? You're hiding your real nature. So that's right. That's pretension. and you want to show your superiority that's pride. So therefore pretension and pride are to be found. in a pretentious attitude both Avahita and pride are to be found. Avahita means to conceal that you're hiding something. You're hiding your real nature. So yes you can see pride pride it's a pretension you're pretending you're somebody that you're not. And you're hiding your real nature. When you're pretending to be somebody else you have to hide your actual identity. So pretension includes this hiding and this pride. I think it's quite reasonable. You cannot understand the pretentious attitude pretending to be something. You hide your real self and you present yourself as being somebody greater than what you actually are. Because the pride is actually false pride. It's not real pride. It's the desire to show you're better than others. But actually you're not better than others. It's just pretension. And why are we pretending to be somebody we're not? Because that's our pride. That's our stupid pride. So we say pride comes before the fall. If you become proud of being something then very soon you will fall down into lower position. If you become very proud then you fall in a lower position. All right? Good. Thank you very much for your explanation, Guru Maharadji. Yes, it's very clear now. Harikasana. Okay. Are there some other next question? Yes. I have a question. Harikasana, Guru Maharadji, Harikasana, predanee, brimjite, пожалуйста, my smirjanae poklon. Thank you. Казакатху, Всеслава Шири, Пракхпаде. В «Нектаре преданности» написано, что браманы получили, я точно там не помню, любовь, кажется, да, вот любовь, милость, а по милости своих жён, о которых сегодня Бур Махараш говорил. И дальше рассматривая этот пример, как это проявляется в семьях, где преданные начинают практиковать сознание Кришны. Но родственники не меняются внешне годами, так как это хотелось бы самим преданным. И преданные теряют энтузиазм, даже уже рукой машут, мою жену ничего не изменят. Значит ли это, что преданный хочет плодов, нет доверия Кришне? Спасибо. Харикришна, Гуру Махарача, dear devotees, please accept my humble obeisances. Thank you for the Kadha, all worries to Shriya Prabhupada. It's written in the lecture of devotion that the brahmans, they received this love, it seems to me love, love and mercy, to Krishna by the grace of their wives. And considering this example, how it manifests itself in families, where devotees begin to practice Krishna consciousness, but their relatives do not have any external changes in their lives for many, many years. And in that form, their devotees would like, they have, and so, the devotees, they lose their enthusiasm, and even just say, that nothing will change my life, they say. Does it, does it mean that the devotee wants, wants some fruits, and doesn't want to trust Krishna? Well, if they lose their enthusiasm, that means that they're attached, too much attached to the result. They're thinking themselves to be the doer. We have to understand, we have to be grateful to Krishna somehow or other we have come to Krishna consciousness. There's so many other conditioned souls. We're very fortunate that somehow we have come to Krishna. So, the family may not change much. They still have their old habits. They still have their own ways. But still, because you're chanting, because you're there, you're devotee, so they have something. They have some appreciation. They know Krishna. They know who Krishna is. They know that you're a devotee. And so, they understand a lot of things. They do, they are getting benefit. They may not give up their bad habits. But at least they're knowing about Krishna and they're thinking, oh, Krishna, yeah, Krishna. That's there. It's going to be there in their mind. Because they know you're devoted to Krishna. You're practicing. So, the family, other members, they may not be interested. They may not change very much. But, just the fact that they're hearing about Krishna and there's some connection to Krishna, it's for their benefit. and you know yourself that it would be very difficult for you to exist without your family. life. You definitely have attachment and love for your family members. You're not ready to go away and leave everything. until the family members are protecting you from the material energy because you have shelter. So, in that way, they're doing some service to Krishna. So, you have to see. Maybe they're not directly serving Krishna, but indirectly they're serving Krishna because they're giving service to you. And be grateful that you can be in Krishna consciousness. And if you're a pure devotee, then all your family members will be benefiting. they will also get a very good next birth. And they'll have the opportunity in the future maybe to go on and take Krishna consciousness more seriously. So, be patient. Be tolerant. We don't want to be critical of other people. We don't criticize other people. But if they're very impressed with you and they see how you've greatly benefited and how you've improved and how you're a better person, then that can attract them. But if they see how you're attracted and how you're attracted to the consciousness of Krishna, then that can also make the impression on them. And they can also make raise up. Okay. Yeah. Next question. Yeah. Next question from Александр Прабхун. Вопрос от Александра Прабхун. Hare Krishna, почему слова Garuda это не гордость, а проявление любви? Hare Krishna, why is Garuda's words it's not pride, but it's a manifestation of love? Why is what? Why Garuda's words, the words that Garuda said, it's not pride, but it's a manifestation of love? Well, Garuda is a great devotee of Lord Vishnu. He's not an ordinary bird. He's a great personality who has direct service to Lord Vishnu. So he's not going to be influenced by the material energy. И Garuda это непростая личность. Он напрямую служит Господу Vishnu, и поэтому он не находится под влиянием материальной энергии. Garuda, it appears like he's being proud. He said, who could be more pure than me? Это просто кажется, что он гордится, он говорит, да, кто может быть чище, чем я? And where is there another bird like me, who nobody can compete with me? Где это другая птица, которая лучше, чем со мной? But then he also said, Krishna may not like me. So that's very humble to say that. But still Garuda knows that Krishna likes to take advantage of the wings of Garuda. So this is an example of helplessness in the mood of ecstatic love. Of hopelessness, hopelessness, yeah. So Garuda was just describing the actual situation. No other bird can do the service that Garuda does. And when he says who can be more pure than I, he understands that it's by the grace of Krishna that he's pure. So when the pure devotee is speaking like that he's actually glorifying the Lord. Yeah. Next question? Uh-huh. Yelena Mironova Madredge ваш вопрос пожалуйста. Спасибо большое Матчетатина. Харьи Кришна мои поклоны дорогие преданные примите пожалуйста Ваше Святейшество примите поклоны вся слава Шули Прабхупаде большое спасибо за лекцию вынуждена была встать в споте работать потому что хочу поехать в Дхаму и порой чувствую что работа сильно давит и это влияет на саду вопрос как соблюсти баланс и даже несколько может быть по порядку задать как соблюсти баланс выполняя саду и работая как все время оставаться в умонастроении слуги и нужно ли такое умонастроение на работе и как посвящать эту деятельность Кришне как в святейшество как он думает как это должно быть спасибо большое Харьи Кришна пас ксапна хамбл бас и с твоей дебути спасибо активи кришне это время до работы вы могли слушать и воспевать если вы хотите помнить о том что вы слуга то вы должны регулярно слушать Бхагавадгиту Шримад Бхагават Священное Писание И благодаря процессам слушания и воспевания вы можете исполнить все эти желания А если вы должны работать то вы также должны поддерживать свою духовную практику то есть должен быть вот этот баланс между духовным и материальным то есть должен быть вот этот баланс между духовным и материальным you want to go to the Dham you want to go to the Holy Land but you have to understand going to the Holy Land is not just buying a ticket it's changing the consciousness вы хотите поехать даму вы хотите поехать на святую землю но вы должны понимать что чтобы туда попасть это не просто нужно купить билет нужно изменить свое сознание то есть вы должны действительно быть сознающей Кришны и тогда вы станете достойны чтобы войти в святую даму то есть это не просто зарабатывание вы заработали деньги купили билет это на самом деле это изменение сознания это должное умона настроение чтобы понять что все мы незначительные слуги Верховного Господа вы должны постоянно слушать и воспевать и молиться Кришне когда вы воспеваете святое имя вы должны помнить что каждый раз вы таким образом молитесь пожалуйста Господь займи меня служением тебе молодой работой вы должны посвящать Кришне то есть вы должны зарабатывать деньги для того чтобы поддерживать себя поддерживать свою жизнь и какую-то часть денег вы откладываете на то чтобы поехать в святую дхаму и таким образом когда мы едем в паломничество это тоже служение Кришне когда мы едем в святую землю это служение лотосным стопам Кришне окей отожрена ваш вопрос пожалуйста харе Кришне дорогой Гуру Махарад преданный пожалуйста примите мои поклоны спасибо большое за лекцию общение у меня три вопроса первый вопрос мы часто ведем себя по-разному с разными людьми значит ли это что проявляется пресморство Харе Кришне Гуру Махарад и Девоте please accept my humble obeisances thank you very much for lecture I have three questions and the first one is we often behave differently with different people does it mean that this is it pretence itself not necessarily you have to consider who are the people and what is your relationship with them just like somebody may go to work and they may be working as a policeman so when they go out they're a policeman they behave one way but when they come home they behave differently with their wife and with their children we cannot expect that you behave exactly the same way with everyone yes expect that you will be one together so all and yes and next question please thank you Второе вопрос такое, что в прошлой лекции вы сказали, или в позапрошлой, что важно выполнять свои обязанности по отношению к Кришне и служить Ему. Я размышляла над этим и боюсь ошибиться, поэтому мне хочется уточнить у вас, Курмахарадж, какие обязанности по отношению к Кришне я должна выполнять? И второе вопрос, что в прошлой лекции вы сказали, что важно выполнять свои обязанности по отношению к Кришне и служить Ему. И я думаю, что это, и я боюсь, что я боюсь ошибиться, поэтому я бы хотел сказать, что вы, Курмахарадж, что обязанности я выполнять в отношении к Кришне? То есть вы должны осознать ту ответственность, которая у вас есть. Например, у вас есть ребенок, и это на самом деле и есть ваше обязанность по отношению к Кришне. And similarly, your material body is given to you by Lord Krishna, so you have to maintain your body, you have to take care of it, you have to keep it healthy, and you have to feed it and look after it, because it's actually given to you by Krishna. Например, ваше материальное тело дал вам Господь Кришна, и поэтому вы должны заботиться о Нем, кормить Его, поддерживать Его, и это ваша обязанность перед Кришной. И, конечно же, у вас есть какие-то материальные привязанности по отношению, материальная ответственность по отношению к вашим близким. И тем людям, которые живут с вами рядом, с теми, кто живет в вашей стране, и у вас перед ними есть какие-то обязательства, которые вы должны также выполнять. Вы не освобожденная душа, и вы не можете просто отвергать все эти отношения. Но вы можете их видеть в связи с Кришной. И это лишь вопрос сознания. То есть сознание Кришны – это то, что происходит у вас внутри, это не какие-то ваши внешние действия. Это то, что происходит в вашем сознании. То есть мы должны внутри понимать, что каждый является неотъемлемой частичкой Кришны, и Кришна находится в сердце каждого. То есть вы должны понять, что же вы хотите сделать для Кришны. Мы должны понять, как удовлетворить Кришну. Если мы можем дать людям хорошее представление о Кришне, это очень здорово. И когда люди получают плохое впечатление о Кришне, мы должны это считать своей ошибкой. Что мы не представили Кришну наилучшим образом, и поэтому он не запал им душ. Поэтому это наша ответственность – представлять Кришну людям таким образом, чтобы людям нравилось сознание Кришны. И люди, которые на самом деле являются противниками Кришны и завидуют ему, то вы просто должны держаться от них подальше. И конечно же не стоит с ними спорить. Окей. Следующий вопрос, Маташа, пожалуйста. Я хотела тут уточнить. С одной стороны, мы должны представить всем нашим окружающим родственникам, что сознание Кришны так привлекательно. Но с другой стороны, если они так не считают, мы должны от них доезжаться подальше. Вот непонятно, как мне быть. То есть с одной стороны, я должна как-то все сделать, чтобы им показать, что это все привлекательно. Но с другой стороны, это как будто не в моих силах. Но с другой стороны, они не нравятся, и мне кажется, что это не в моих силах. Это не в моих силах. С одной стороны, я должен показать у моих родственников, что Кришна-чоншесность является очень приятно. Но с другой стороны, они не принимают. Поэтому иногда мне кажется, что это не в моей силе, чтобы сделать Кришна-кончисность для них привлекательной для них. Да, поэтому вы должны быть осторожным, как вы делаете с ними. Вы не хотите пытаться представить слишком много Кришна-кончисности в их присутствии. Проповедовать сознание Кришны в их присутствии. Просто пытайтесь взаимодействовать с ними, не показывая какие-то вещи, касающиеся сознания Кришны. Просто будьте обыкновенным человеком, который показывает им свою заботу и любовь. Мы не можем ожидать, что каждый изменится и станет преданным. Я уверен, что они любят вас, и вы просто должны заботиться о вас, а вы просто должны показывать свою заботу о них. Это хорошее, нормальное взаимоотношение. В то же самое время вы не идете на компромисс со своими религиозными принципами. И они просто хотят видеть вас, нормального, обыкновенного человека, поэтому, когда вы рядом с ними, будьте такой, будьте обычным человеком. Это сложно для вас? Ну, не то чтобы сложно, но сложно. Как мне это перевести? Ну, скажите, что по-разному бывает. Sometimes it's difficult for me, sometimes it's not so difficult. Yeah. Well, do your best. Просто старайтесь как можно лучше. You worry about them so much, you worry about their feelings, so just, you know, try to just be a normal person, and they'll be happy, you know. Если вы так заботитесь и беспокоитесь о них, то просто будьте обычным человеком. Sometimes we put on a show, you know, just to please them. She should do this? Yeah. Иногда вы даже можете устраивать какие-то такие представления, чтобы порадовать их, удовлетворить их. Just like sometimes, sometimes a devotee, a man devotee, will go home to visit the parents or the family. And so, you know, he's a young man, and he joined the Krishna consciousness movement, and he shaved his head. So when he goes home, he wears a wig. He doesn't just go home with a bald head and a shikha. He puts a wig on, you know, and wears karmic clothes, and so they're happy. То есть, например, когда вот мужчина преданно идет в гости, в дом своих родителей, или к своим родственникам, да, а у него бритая голова, у него шикха, то он переодевается в обычную кармическую одежду, он надевает что-то на голову, и родственники счастливы. Of course, he doesn't go home too often. You don't want to do that too often. But sometimes, you know, just to make them happy, you do that. Да, он не делает это, возможно, очень часто, но тем не менее, он делает это время от времени, чтобы порадовать их. Елена, вы поняли, да, этот момент? Да, я подумаю об этом. Да, я думаю об этом. Просто я в этой связи у меня прям всплывает такое очень жаркое чувство желания освобождения вообще. Какая-то, как-то, 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 Что вы подразумеваете под вот этим вот желанием освобождения? Ну, желание освобождения, то есть освободиться от этих всех связей. Just to be free from all these connections. From all these... Connections, yeah, right. From all these relationships. Yes, but you're not able to do that so well. You're in your home town. You have your family there. You have all the people who you know. They know you a long time. You're in your home town. You're in your home town. You have a family there. You have a family there. You have a family there. You have a lot of people who you know for a long time. That's the problem. All the connections you have. Все упирается в связи, да? Next question? Yeah. Следующий вопрос, Маджианин. Последний вопрос. Почему дети в семьях преданных редко сами становятся преданными? Ведь они в прошлых жизнях не закончили преданное служение. Им дается возможность продолжить. Они не делают этого. Спасибо. And the last question. Why do children and the families of the devotees, they rarely, rarely, they become devotees themselves just because they have not completed devotional service in previous lives and given the opportunity to continue, but they do not do it. Thank you. Well, it's not always the case. It may be the case in some places. It's not always the case. There are people, you know, there are souls who become great devotees. There are souls, you know, there are souls who become great devotees. There's difficulty. Yeah, even Prabhupada had his own family. They were not so much interested in Krishna consciousness. Because, of course, Prabhupada's wife was not so much interested in Krishna consciousness. So, they were affected, you could say, maybe by the mother. And they may be, children may be affected by the mother, you mean? Yes. And, возможно, it may be affected by the children of Prabhupada. But if the parents are both devotees, then certainly it's quite likely, it's quite generally, it's a rule that if both the parents are good devotees, the children will also be good devotees. And we do have some very nice devotees who are born in the movement. And as the movement continues, we'll see more and more that the children, that these children go on to become prominent within this society. There's some wonderful devotees who are born in Krishna consciousness. Some very amazing devotees. We had some people come, they were doing kirtan. Oh, they were from New Vrindavan. They were born in the New Vrindavan community. And they grew up in Krishna consciousness. And then they came to Vrindavan. And they were doing kirtan. Wonderful, wonderful kirtan. So a lot has to do with the home, the home environment. The home has to be favourable to Krishna consciousness. То есть домашняя обстановка играет очень важную роль, и она должна благоприятствовать сознанию Кришны. And then the children can easily take up Krishna consciousness. И тогда дети смогут легко принять сознание Кришны. At least they'll always be favourable to Krishna consciousness. По крайней мере, они всегда будут благосклонны к сознанию Кришны. Yes. There is no more questions in the chat. Okay. Any other questions? Есть ли еще какие-то вопросы преданы? No more questions, Курмагадач. Okay. So then we'll stop here today. Тогда мы здесь сегодня остановимся. So thank Tatyana for her translation. And we thank all the devotees for participating. And we hope you'll have a nice day, a nice week. Hope to see you all next weekend. Hare Krishna. Спасибо всем, дорогие преданные, за участие. Желаю вам хороших выходных, хорошей недели. И всех, надеюсь, увидеть уже через неделю. hard finishふparedتي, это я. Желаю. Желаю. Желаю вам хорошие здесь. Peace. 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 Продолжение следует...